Иди сюда, амразота, сейчас я с тобой поговорю. Мне его просто толкнуть надо. Да падай ты, господи. В смысле, это какой-то батл, что ли? А всё? Всё, как бы я нормально? Я сдох или нет? Я вроде весь это выполнил как раз. В смысле разобраться? Я только что миссию выполнил. Алло, игра. Всем привет, друзья. Вы находитесь на канале JoyFoxPlay. Сегодня у нас на обзоре игрушка под названием Russian Driver. Игра на Android, которую вы, кстати, мне и посоветовали. Давайте пробежимся, посмотрим, что она из себя представляет. Тут у нас какие-то ежедневные бонусы, типа за первый день в игре. До этого эту игрушку я не запускал, не смотрел. По настройкам. Так, ультра, а не со всющи... Пу-пу-пу. Что-то, короче, включено. Я не знаю, я, короче, вот так вот оставлю. Надеюсь, всё будет нормально, ничего лагать не будет. У нас есть свободный режим, да, насколько я понимаю, открывайте автомобиль и развлекайтесь в свободном режиме. Тут за просмотры рекламы, тут за реальные деньги. Кстати говоря, отечественный автопром, да, практически. Ну, вот я вижу, тут бэха есть, конечно. Давайте попробуем какую-нибудь миссию пройти. Миссия 1 называется «Разборки». Собственно говоря, я предполагаю, что наша серия сегодняшняя будет так, наверное, и называться. Будет называться Russian Driver «Разборки». Садитесь в автомобиль. Так, по управлению у меня что, я играю на эмуляторе, друзья, поэтому я всегда настраиваю для каждой игры индивидуальное, так сказать, управление, потому что, в общем, на эмуляторе как-то так это все происходит. Так, зайти в здание я не могу, хорошо. А бегать я могу или нет? Так, а как прыгать? Подожди, прыгаешь ты так. Это очень плохо, нужно как-то клавишу перебиндить на пробел, наверное. Так, ну перебиндил я клавишу на пробел, теперь пробел – это прыжок, что, в принципе, так намного удобно это все делать. У нас есть Бэхо, у нас есть Бэхо, садимся в машину и погнали отправиться в мастерскую Севы. Игрушка чем-то напоминает, как она называется-то, блин. Короче, Криминальная Россия Борис, она называлась, это игрушка, если кто не знал, если кто не помнит, была она у меня на канале в свое время. Так, что у нас тут по карте? По карте карта, в принципе, ну, в принципе, ты видишь сам на своем экране, кому-то она будет казаться большой, кому-то будет казаться маленькой, ну, да ладно, погнали, короче, на разборки. Так, нужно ехать аккуратно. Я вообще водитель от бога, если кто забыл, если кто не знал, короче, вот у нас нет дороги в городе, поэтому мы едем чисто по полям, почему, собственно говоря, и нет. Ну, локализация мне уже, в принципе, нравится, российский какой-то город, это всегда довольно-таки весело. Физика повреждения есть, физика повреждения отсутствует от слова совсем, то есть я здесь переворачивался на крышу, крыша у нас, в принципе, не зацепилась. Это обычный какой-то провинциальный российский городок, российская глубинка, и это как бы делает свой колорит этой игре. Так, кто-то там, короче, на 99-й. Давайте, поехали на разборки, друзья. Ой-ой-ой-ой, подожди, а что мне делать-то надо? Как драться-то? Мне же тут надо, короче, управление все перетыкать, переводкнуть. Наверное, это как-то вот так вот делается, да? Тут столько много клавиш, ты куда-то не туда бьешь, подожди, дружище. Мне нужно просто как бы понять, как это все работает. Так, это блок, хорошо. Это что? Это рукопашка. Это я, короче, могу кого-то бить. А, это я могу делать какие-то кувырки. Блин, тут очень много клавиш, на самом деле. Я бы это дело как-то все перебиндил. Так, ну, перевязал я, короче, эту клавишу. Давайте все-таки надаем лещей. А, все, я могу садиться в машину? А я могу с кем-нибудь подраться? Я только что клавишу, между прочим, перебиндил. У меня так должно быть удобнее, на самом деле. Кого мне бить-то надо? Я не понимаю, что-то все кого-то бьют, бьют. Вот этого мужика, что ли, надо бить? Слушай, ты что, охерел, что ли? Я могу как-то на тебя сосредоточиться, да, и как бы тебя просто ушатать. Ставим блок. Его не надо уже бить, или что? Я не понимаю. Ну, типа, я бью он. А, он все, он прилег, он устал. Хорошо. Немного необычно все это сделано, особенно если играешь на компьютере, на эмуляторе, то есть все эти клавиши перетыкать, нужно как-то удобно все это делать. Садись в машину. Так, ну и все, что ли? Подкинуть Севу до дома. Сева, это, наверное, какой-то местный авторитет. Мы будем потом, наверное, как-то с этим всем делом связаны, да? Будем, наверное, возить каких-то криминальных авторитетов в этой игрушке, потому что не зря он называется Russian Driver, российский драйвер. Пьяные российские водители. Поехали по полям. Не знаю, каково это, по грязи, вот по этой глине, на такой машине гонять, ну да ладно, нашему герою, я думаю, это виднее. Один километр нам ехать, ну заодно, может, изучим город. Знаешь, вот пару серий поиграешь в какую-нибудь игрушку, поизучаешь, короче, город, и потом становится уже намного проще, намного проще ориентироваться в этом во всем деле. Ты здесь живешь. Ну все, я миссию выполнил, в принципе, дальше что? Мне дали 550 рублей. Следующая миссия. Подожди, а что еще есть на карте? Здесь какие-то есть, вот, у нас есть, если что, дом. А где я сам по себе отображаюсь? Я не знаю, как вертеть карту, друзья, я все кнопки, в принципе, нажимаю, но карта не вертится. Ну ладно, хорошо. Давайте следующую миссию тогда возьмем, почему нет? Я думал, они намного, я думал, что они побольше миссии, на самом деле, но оказалось, что мне показалось. Садитесь в машину, садитесь в машину. Наш персонаж, вот он, как бы такой вот пацанчик, если что, крутой. Так, заводим машину, встретимся с Севой. Севой это тот мужик, которого мы спасли, да? Сейчас он мне будет, короче, подкидывать работу, мы будем зарабатывать бешеные деньги, и потом разбогатеем, и мы уедем жить куда-нибудь, не знаю, на Майами, на Вельсе. Ну, собственно говоря, почему бы и нет. Машинка, у меня здесь датчик топлива, если кто не видит, за мной тут веб-камера у вас стоит. Там, в принципе, ничего такого нет, там просто километраж написан, и счетчик, короче, топлива. У меня пока что полный баг, за вебкой просто не видно это самое дело, поэтому я вам сразу же скажу, чтобы не было потом лишних вопросов. Вот такие вот дела. СТО, а что еще тут есть? Вот какая-то промзона, наверное, да? Какие-то здания, какие-то рестораны, вряха-муха. Подожди. Езжайте к торговцу с оружием. Отлично, у нас скоро появится с тобой персональный калаш. Подождите, что-что-что-что-что? Тихо, я не могу это пропустить, я должен, короче, как выйти из машины? Я могу выйти из машины? Я там просто прикольную штучку нашел. Что-то написано. СССР, единая. Че, единая? Короче говоря, у нас Советский Союз, что ли, нет в Адуре? Это как-то довольно-таки интересно, потому что, если мы играем в Россию, это одно, если мы играем в Советском Союзе, игрушка совсем приобретает другие оттенки. Это будет такая олдскульная, короче, слеза должна идти. Не знаю, много ли народу, кто меня смотрит, кто родился в Советском Союзе, но я сам успел там пожить два года, если что. Я 90-го года рождения. Ну, практически, почти что два года я успел пожить в Советском Союзе. Что, как-то вот так вот. Ну, учитывая машинки, в принципе, вполне возможно, что-то и есть Советский Союз. Вот я все не как у людей заезжаю, да, как бы там, наверное, был какой-то человеческий объезд, я поехал вот так вот. Ну, ребят, мне как проще, я так, в принципе, сейчас, наверное, хотя, наверное, кого-то бомбит в комментариях от этого всего дела. Так, торговец, торговец с оружием, газелька, хотя нет, нихера не Советский Союз, потому что я видел, газелька проехала. Из машины выходить я не могу, я так понимаю. Будем знать. Торговец с оружием, купите биту и пистолет. Ну, хорошо, давай. Есть кто дома-то? Нет вообще? Как бы я пришел за оружием, мне нужно какой-то пестик. Здорово, здорово, мужик, ты такой морда, мордоворот, если что. 50 рублей стоит бита, почему пистолет не могу купить? 150 рублей, это у меня есть. А, вот так вот, типа, да? Ну, ладно, спасибо. Серьезный, короче, мужчина, щекастый, стоит. Ладно, пойдем на выход. Наверное, нас сейчас будут учить, учить как-то стрелять, да, вот это вот все это тоже было бы полезно, потому что я не знаю, какая клавиша, за что отвечает. Смена камеры, камера с салона, в принципе, прикольная. Здорово, здорово, слушай, ну, прикольно сделано, на самом деле. Типа, CGT, как GT, на самом деле, это не GTA, да ладно. Выглядит все пока что достаточно приятно, глазу, родные места, родные пейзажи, да? Кто живет в России, тот, наверное, узнал и свой дом среди этих локаций, что немаловероятно, потому что все, в принципе, российские города, они между собой похожи. Зачем я опять так поехал, я не знаю, наверное, можно было как-то по карте проехать это. Я не понимаю, где отметка-то? Почему нет отметки? Подожди, может, как-то надо на настройках это все делать? Управление стрелки, выбор, дневной трафик, растительность, ла-ла-ла. Я не знаю, почему на карте не отображается моя цель. То есть, это было бы удобно. Это недоработка такая. Вот, если вы играете в эту игрушку, пишите разработчикам, пусть допиливают этот вариант. Почему нельзя вот здесь, например, на карте посмотреть метку, куда мне нужно ехать? Почему у меня на карте не отображается та точка, где я нахожусь сейчас? Это же не она, насколько я понимаю. Это такая недоработка. Зачем я вышел из главного меню, я не знаю. Так, вот эти две миссии мы сделали. Миссия 3, стрела. Сколько здесь вообще миссий в этой игре? Здесь 4 миссии, что ли, всего лишь? Ой, разобраться с нападающими? Подожди, это мы купили типа оружие, а да, теперь мы как-то можем все это дело мочить. Как неудобно на мышке прицеливаться, кто бы знал-то. Да тихо ты, господи. Сколько в тебе здоровья-то? Так, как перезарядка? Мне срочно нужна перезарядка. Отлично, перезарядку я нашел. Ты еще живой, что ли? Алло? Все? Мне нужно подобрать калаш? Садитесь в машину. Подожди, так остался же еще кто-то? Кто наш, кто не наш? Я сейчас просто боюсь своего задеть. Вот это, по-моему, чужой. Блин. Да, тут можно как-то вот этой кнопкой. Ты хотел у меня ударить только что, что ли, нет? Ты не шути со мной, ты вообще не шути с человеком, у которого пистолет в руках. Это может чревато закончиться. Если что, имей в виду. Так, ладно. Да не стрелите в машину, подожди. Как это все работает? Это у нас что? Это я могу присесть, хорошо. А с управлением, на самом деле, ребят, с телефона может это казаться просто, но когда играешь на клаве мышки, нужно перебендить, перебендить, короче, все кнопки, чтобы тебе было удобно. Ой-ой-ой-ой. Ну ты дурачок. Да ты заводи, е-мая машина-то, блин, непривычно. Отравитесь от копов. Ну поехали. Слушай, ну реально, это как GTA-шка, короче. GTA-шка на ранней версии, что я как это назвать? GTA-шка 2000-х годов, блин. У меня две звезды, ну, наверное, по аналогии всех предыдущих и всех похожих игр, да, такого жанра. Мне нужно просто куда-то спрятаться от них, и чтоб меня никто не нашел. Вон на карте я вижу. Гуишники проезжают, чтоб гуишники меня не догнали. Я должен куда-то волить, короче, нафиг из этого города, желательно куда-то в поля, наверное. Хотя вон у меня появился индикатор, куда мне нужно ехать. Ой, бле, хомуха, е-мое, кто поставил эти заборы, зачем мне нужны? Эти заборы мешают мне ехать, а я это не люблю. Я сейчас все заборы, все столбы, короче, в этом городе соберу. Давай, погнали. Так, ну отлично, хорошо. Мы еще заработали с тобой 800 рублей. Почему здесь так мало всего? У меня на карте есть только мой дом, в принципе, вот эта кнопка выход в меню, ее куда-нибудь надо вообще на незаметное место запихать, потому что постоянно хочется нажать не сюда закрыть, а вот сюда, блин, так делать не надо. Давай следующую миссию попробуем. Следующая миссия у нас будет какая? Четвертая, по счету? Садитесь на байк селу. Сейчас нас будут учить кататься на мотоцикле, да, насколько я понимаю. Так, ну давай, ну давай, фары включим? Подожди, а фары? Фары, фары, как включать фары? Что-то я не поймаю, ты включаешь фары-то, нет? Так, ладно, погнали. Короче, здесь управление с мотоциклом, оно немножко отличается от управления на машине, поэтому мне пришлось тут опять в настройки залезть, перебинить все это дело. Вот, пожалуйста, с видом от первого лица это выглядит примерно вот так. Вот куда ты поехал-то, стой. Проследуйте голову с северной мафии. Бляха-муха, камера очень неудобно расположена. Слишком близко, короче, ко мне, я не вижу, куда мне ехать надо. Ой, ёперный карась, ёперный карась. Так, ты живой? Нет. Так, подожди, что мне делать? Ну все, кнопка restart есть, в принципе, проблема решена. Хорошо, давайте преследовать главу этой мафии. Почему не могу включить свет, я не понимаю. Бандиты. Я вообще не вижу, где я еду, но, судя, по карте я еду, куда мне надо. Все нормально? Все хорошо? Бляха-муха, что все не так? Все все не слава богу. Блин, за что я люблю игры на Android, тут такая упортость происходит на самом деле. На компьютере как-то все доперено, здесь, конечно, на самом деле довольно-таки тяжело, блин. Хорошо, так, тормози. Бляха-муха, голова отпала, господи, вставай, вставай, давай быстрей. Кто-то сейчас смотрит и говорит, да ты играть не умеешь. Сам попробуй на эмуляторе поиграть, я посмотрю на тебя, блин. Блядь, где тут задний ход? Объясните мне, пожалуйста, передний, задний ход? Я еле заметил эту клавишу, блин, задний, передний ход. Не очень удобно сделано, не знаю. Не знаю, не очень удобно. Так, подожди, бляха-муха, как с управлением-то здесь неудобно, кто бы знал-то, а? Я не могу нажать вот эту вот клавишу, вот это вот, блядь, этот гребаный ручник я нажать не могу, потому что у меня тут перебиндинг другая кнопка. Я не знаю, ребят, наверное, я буду переключаться на игры. Не только на игры на Android, на игры на компьютер тоже, потому что я не могу, это просто пиздец, управление угробным эмулятором. Что так не так, почему ты не едешь? Так, ну ладно, надеюсь, я доеду через целостности и сохранности. Бляха-муха, можно я просто выйду, всем надаю или еще? Ладно, ребята, это просто невозможно управлять. Я знаю, что тут можно нажать ручник, но я не могу нажать, потому что, бляха-муха, у меня кнопка здесь вообще не перебинденная. Я не знаю, это очень неудобно сделано вообще, от слова совсем. Я уже тут, не знаю, 10 минут не могу подъехать к этим идиотским бандитам, блях, чтобы дать им, короче, лещи. Просто подъехать, ты, господи, кусять, кусять минута проехал, а? Так, ну ладно, наконец-таки мы доехали, разобраться с бандитами, блях, как вы меня бесите, да как вы меня раздражаете, я еле сюда до этой миссии доехал. Управлять на мотоцикле, управлять на мотоцикле, на эмуляторе здесь практически нереально. Я не знаю, конечно, что ты будешь говорить, ты не умеешь ездить на мотоцикле и так далее и тому подобное, а скачай эмулятор, называется он BlueStacks 5, попробуй поуправлять мотоциклом в этой игре. Ты просто заколебешься. И потом пиши уже свои гневные комментарии тогда, да? Хорошо, так, бля, я, короче, заплатился, где я тут нахожусь. Почему у меня эта-то точка поставилась? Я должен вот с этим разобраться-то по идее. А где у меня вообще оружие? У меня же было оружие вроде. Ай, короче, слабак, помер. Где у меня оружие? Я помню, что у меня было оружие. Мы же ходили в прошлой миссии и покупали его. Да отойди ж ты, господи, мне нужно лещей вот этому надавать. Ну и на тебе тоже до кучи так блок ставь. Надо блоком тоже иногда пользоваться, потому что это довольно-таки полезная тема. Да держи, 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 держи. Почему, собственно говоря, нет? Держи. Спрашивали меня тут в комментариях, ну, недавно вот у меня ролик выходил, да, буквально вчера или позавчера, точно не знаю. По Car Mechanic Simulator, короче, на андроиде. Я хотел бы поиграть в нее на компьютере. Надоело, короче, мне вот эти вот подлагивания, подтупливания игры на телефонах. Хочется, знаете, как бы немножко и на компьютере тоже в игры поиграть. Поэтому я предупреждаю сразу же, скорее всего, на канале будет игры на компьютер тоже выходить. Потому что что-то я как-то заколебался уже. Неудобно настраивать управление, если, в принципе, игрушка заточена под... Куда ты побежал-то? Вылазь оттуда полудурошный. Если игрушка, короче, заточена под телефон, играть на нее с компьютера очень неудобно. Даже если у тебя есть эмулятор. Поверь моему опыту, я уже один год играю так в игры и я это познал, короче, на себе. Давай. Давай, поднимайся, дружочек. Я не знаю. В этой игрушке получается только 4 миссии. Я правильно понимаю? То есть, если будет еще и 5-ая, просто там в менюшке всего 4 миссии стоит. Вот, больше миссии там пока что нет. Так, ну иди сюда, придурок. Сейчас я упаду, мне опять подниматься, что ли, надо будет? Иди сюда, мразота. Сейчас я с тобой поговорю. Мне его просто толкнуть надо. Да падай ты, господи. В смысле, это какой-то батл, что ли? А все? Все, как бы я нормально? Я сдох или нет? Я вроде весь это выполнил как раз. В смысле разобраться? Я только что миссию выполнил. Алло, игра. Так, друзья, перезашел я в игру, это довольно-таки тупо сделано, в том плане, что играть на эмуляторе в игрушку, которая изначально была заточена под телефон, довольно-таки неудобно. Это, блин, это реально неудобно. Если не веришь моему мнению, попробуй сам ее установить и поиграть. Ты заебешься, короче, грубо говоря. По миссиям, смотри, насколько я помню, здесь 4 миссии. Разборки мы прошли, подготовку прошли, стрелу прошли и расправу тоже прошли. Больше миссий здесь нет, то есть я могу здесь проходить эти миссии, получать какой-то начальный капитал, да, и потом в свободном режиме покупать какой-то автотранспорт. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, поддержите меня и увидимся в следующих сериях. Всем пока.